Девушки отдыхают Для вас я это сделаю абсолютно бесплатно. Я, может, в первый раз за много лет хочу сделать что-то хорошее. Просто назовите имя. Любой человек, на которого вы укажете, умрет. Я убью его для вас. КОНЕЦ КОНЕЦ Здесь тихое место. Посфоткал, раньше не было никаких нападений. Нет ни денег, ни телефона. Так что, похоже, на обычный грабеж. А документы есть? Кого ограбили? Есть бейджик. Евгения Танаева. Участник какого-то фестиваля. Тихонов проверит. Очередная жертва войны Павлов. Думаешь, ее мужик убил? Уверен. Ты недооцениваешь женщин. Если разозлить, любая может. Кирпичом по башке. Николай Петрович. А хотите, поспорим? Проигравший говорит с Рогозиной о премии. Для всех, конечно. Ну и ставочки. Давай. У нее в сумке столько классных штучек. Женщина бы не удержалась. Долгоозерская осень. Это фестиваль подмосковных театров. В этом году проводится уже в восьмой раз. Собирают лучшие... Очень познавательно, но хотелось бы узнать об убитой. Организаторы сообщают, что Танаева Евгения Игоревна заявлена Хлебнинским театром. Что за театр? Бог его знает. Хлебнинский, драматический. Вообще-то никто не знает этот театр, но Танаева там работала. Ну что вы, сударь мой? В театре не работают. В театре служат. Я здесь директор. Шибайкин и Людмила Витальевна. Чем обязаны? Людмила Витальевна. Посмотрите, пожалуйста, фотографии. Ну где же он? Держи. Кем она служила? Она здесь гримером. Служила. Она красила, стригла. Весь театр, да не только. Ну в смысле, подхалтуй его. Да что вы. Ну у нас маленькое городское финансирование. Мы не можем себе позволить хороших зарплат. Поэтому у нас все немножко подрабатывают. А где она жила? Она приехала откуда-то с периферии и тут снимала каких-то алкоголиков. Нам нужно, чтобы кто-то познал, Евгения. Ах, что буря, если любишь, так прохлада. Да, конечно, я поеду, конечно. Хорошо. Причина смерти вполне традиционна. Различие плотности материалов. Чего? Смесь из извести и кварцевого песка обычно прочнее костной ткани. Валя, ты издеваешься? Ну почему сразу издеваешься? По сути, все правильно. Черепно-мозговая травма. В ране крошка силикатного кирпича. Угу. Не лежала такое рядом с трупом. Били два раза. Первый раз ударили по затылку, второй раз в висок, когда жертва уже лежала. Контрольный в голову. Кирпич осечек не дает. И знаешь еще, что интересно? Обрати внимание на ее лицо. А что это? На месте преступления такого не было. Видимо, под толстым слоем грима было незаметно. Это что-то типа дерматита? Я сделала срезы, и все здесь гораздо любопытнее. Ваня, ты когда-нибудь такое видел? Короткие волосы? Сам иногда так встригся. Ну, значит, ты киборг. У тебя росли синтетические волосы. Знаешь, как наука называет синтетические волосы? Заинтриговал. Парик. Ну, парик это не похоже. Кажется, ты сломал зубы, а гранит, точнее, силикат науки. У меня не облом, а сплошные открытия. Грунт на кирпиче, которым убили Танаеву, не совпадает с проблемами грунта с места преступления. Значит, убийца принес кирпич с собой. Она так была рада, что переехала поближе к Москве. Хотела начать новую жизнь. Давайте выйдем. У меня к вам вопрос. Скажите, вы погибшие были враги? Валя, это что? Это оксалат кальция. Я его обнаружила в срезах с кожи. А еще ферменты диффенбахии. Из этого названия я понял отдельные буквы. Диффенбахия – это вечно зеленое растение из Америки. Сок которого вызывает сильнейшую аллергию. Опять Америка под Кузьмилу? Какая часть Америки тебе не нравится? Северная или южная? И вообще, диффенбахия давно выращивается как комнатное растение. Этот цветок запросто может прикончить какую-нибудь мелкую живность. Все самое красивое оказывается опасным. Мы все еще о цветах говорим? Я против глобальных обобщений. У ферментов диффенбахии есть одна особенность – их действие может проявляться не сразу. Насколько не сразу? Через несколько минут, часов, иногда даже через сутки. Не цветок, а просто не на замедленного действия. Ты с этим закончил? Да. А что? Ты давно хотела попробовать этот крем? Попробую, конечно, но… Это вещдок? Вся косметика Танаевой отравлена соком диффенбахии. Зараза. Вань, ну что ты раньше не сказал? Да ты не спрашивала. Фесс расследует убийство гримерши Хлебнинского драматического театра Евгении Танаевой. Кто-то ударил ее кирпичом по голове. Выясняется, что в свободное от театра время Евгения подрабатывала тем, что стригла и наносила макияж всем желающим. Все пузырьки с косметикой погибшей отравлены соком растения, вызывающим сильное раздражение кожи. Две недели назад Женя гримировала одну нашу актрису, Киру Емельянову. Ну что, плохо загримировала? Да нет. Туши она привезла какую-то новую, французскую. А у Киры от этой туши прямо во время спектакля отек глаз начался. Ужас. Ее после первого акта сразу по скорой в больницу увезли. Четыре дня под капельницей, чуть не ослепла. Хорошо. Танаеву после этого не уволили? Да нет, конечно. У нас на особо был фестиваль. Долгозерская осень. А вы театрал. Если бы. У Жени был бэйджик. Женя была нашим единственным гримером. Как мы могли ее уволить? Вы думаете, Кира могла отомстить? Знаете, накануне того злополучного спектакля Кира отпрашивалась с репетиции. У нее должны были начаться съемки в каком-то сериале. А разве так можно? Ну, конечно, можно. Она обещала согласовывать репетиции и съемки. Просто она поначалу не могла киношникам свои условия диктовать. Из-за отека глаз она лишилась работы и… Видимо, да. Потому что, когда она вышла из больницы, она больше о съемках не вспоминала. А там как-то, видимо, без нее обошлись. Телефон Евгении Танаевой отключился в 15.00. Скорее всего, ее выключил убийца. До этого где он был? Телефон. Известно только о последних семи минутах. За это время убитая прошла от автобусной остановки до места преступления. А еще раньше? Два с половиной часа телефон был вне сети. Значит, мы до сих пор не знаем, где была убитая до смерти и чем занималась? Не знаем. Но у нее был дешевый китайский смартфон. Ему три года. В скупках за такие дают меньше трех тысяч. То есть, грабеж не был мотивом для убийства? Ну да. Я нашел на этом чубике след от слезной жидкости. Угадайте, кому она принадлежит? Ты хочешь сказать, что это актриска-радавалка, когда пыталась отравить гримершу? Здесь остались следы противовоспалительных капель. У нее слезились глаза. И, кстати, отравила она не гримершу, а ее клиентов. Ну, что-то вроде ты лишила меня работы, а я оставлю тебя без клиентов. Да. Когда узнают о массовом отравлении ее клиентов, обязательно выйдут на источник зла. Женю Танаеву. А потом Емельянова увидела, что сок подействовал слабо и решила тупо проломить Танаева череп. У вас в компьютере множество запросов о Дефенбахе. Ну, она сама виновата. Она меня накрасила аллергенной тушью, а может быть, что-то туда сама я подмешала. У вас с Танаевой был конфликт? Ну, не то чтобы конфликт. В общем, у нас была в театре тусовка, а она тогда привела своего любовника. Вас не устроила моральная сторона вопроса? Это ее не устроило. Она посчитала, что я его соблазняю. Гриша! Не помешала? Да нет. Гриша, я уже домой ухожу. Ты со мной или еще побудешь? Пошли. Ничего не было. Ты неверно поняла. Пошли. Пошли, пошли, пошли. А я его не соблазняла. Вы просто переходили на ты, как это положено у нормальных людей. А как положено? Мы выпили на брудершафт и три раза поцеловались. Что же вы такие здесь необразованные все, а? Так, а почему вы решили отомстить Танаевой именно так? Почему не подали на нее в суд? Вообще-то, она мне заплатила двадцать тысяч, чтобы загладить вину. А я на них купила сапожки. Так зачем вы отравили ее косметику? А по-вашему, двадцать тысяч это нормально? Я чуть класса за нее не лишилась. О боже, она идиотка. Идиотка или нет, но про Диффенбахию знают. И я отцомела приготовить. Где вы были позавчера в три часа дня? Я была с Юрой. Это было на съемочной площадке. А кто такой Юра? А Юра это продюсер сериала. Но мне же нужно было вернуть роль. А Юра подтвердит вашу встречу? Ну, конечно же, нет. Он женат. А, так вы в этом смысле разрешали роль? Ну, роль она либо есть, либо ее нет. А остальное все для неудачников. Хорошо. А съемочная группа видела вас? Конечно. Но они тоже ничего не скажут, потому что Юра их начальник, и он что? Женат. Тогда вы влепли. С чем я вас поздравляю? Товарищ старший лейтенант. Кира Георгиевна, нам нужны ваши сапоги. Интересуетесь женской обувью? Музыки не хватает, да? Музыки не хватает. Так что вы там говорили про овлиплен? Если принюхаться к сапогам гражданки Мирьяновой... Что еще за извращение? Нюхать чужие сапоги. Я это делаю по работе, а не ради удовольствия. Ладно. Что унюхал? Тонкий запах пиротехнического дыма. Так это на съемочной площадке войну снимали? Дымовые шашки зажигали. Там, где вы роль возвращали? Ну да. Километров 30 от города. Съемки с дымом начались в 14, а закончились в 16. А Тонаева убили в 3 часа дня. Кира не могла убить Гримершу и взвратиться на площадку. К тому же, чтобы вернуть роль, тоже нужно время. Мы тут выяснили, что Тонаева чаще всего созванивалась вот с этим человеком. Ну да. Это он. Приятель нашей Гримерши. Зовут его Грикорий. Вы что-нибудь о нем знаете? Ну, целуется он так себе. Ради такого я бы не стала убивать. Поверьте. Ну да. Мы встречались с Женей. Ну, только секс и ничего больше. Она тоже так думала? Даже не знаю. Ну, женщинам всегда нужно больше. Где вы были в день ее смерти, в 3 часа дня? Вы меня подозреваете? Зачем мне убивать Женю? Ну, например, она угрожала рассказать о встречах вашей жене. Требовала, чтобы вы ушли из семьи. Господи. Какая там семья? У меня давно ее нет. Света, моя жена, чисто формально. Мы разводимся и пытаемся делить имущество. Не сошлись с характерами? Год назад у нас погибла дочь. Мариночка. Ей всего 7 лет было. Хоть бы раз с детьми занялся. Ты когда последний раз в школе был? А деньги кто зарабатывать будет? Я тоже, между прочим, работаю. А, задницу отсиживаешь? Да пошел ты! Пошла ты! Идиотка! Кременка напугала! Марина! Боже мой! Марина! Напасти меня! Марина! Марину можно было спасти. Если бы не Свет. Это она давала разрешение на пересадку сердца. Кому? Девочке какой-то. Даже не знаю. Ну, после этого Мариночку даже не думали лечить. А откуда вы это знаете? А вы не знаете, как это делается? Не слышали, какие у них там взятки берут? Со Светланой вы так и не помирились. Живем, как две крепости в осаде. Уходим, закрываем все на ключ. Света живет в комнате дочери. Нормально, да? Ну, а почему не разъедетесь? Никто не хочет переезжать. Нужно что-то снимать. Тратить деньги. У нас сейчас с этим не очень. Кто дома? Артем, у нас полиция. Он заканчивает школу и почти все уходит на репетиторов. Здрасте. Опять что-то случилось? Когда я уже свалю из вашего дурдома. Сдашь экзамены, поедешь. Уеду. Уеду, можешь не воловаться. Как только мне дадут общагу, я сразу же отсюда свалю. Артем собирается поступать. Петер Каракорский физико-химический институт. Он у них Олимпиаду выиграл. На пустыре убита гримерша подмосковного театра Евгения Танаева. Под подозрение попадает актриса Кира Емельянова. Но эта версия не подтверждается. ФЭС выясняет, что погибшая встречалась с Григорием Сидякиным. Год назад у Сидякиных погибла дочь. Семейная жизнь развалилась. Григорий разводится с женой, они делят имущество. Бедный мальчик. Отец при живой матери, а любовницу в дом приводит. А такой синий на луну сбежишь. Ну, вообще-то телефон гримерша был несколько раз в квартире Сидякиных. И всякий раз из всей семьи там был только папаша. А остальные? Кто где? Сын в школе или у репетитора, жена на работе. Ты хочешь сказать, что Светлана не знала о любовнице? Знала, конечно. Да он особо и не скрывал. То волосы найдешь в ванной, то помаду на чашке. А иногда запах. Запах с чего? Чужих духов. Они иногда долго не выветриваются. Мне плевать, пусть пить с кем хочет. А вы когда-нибудь видели ее? Нет, и слава богу. Ну, получается, что Григорий Яковлевич приводил домой любовницу просто так, а не для того, чтобы досадить вам. Он делает все, чтобы сделать мою жизнь невыносимой. Вы думаете, он не может снять квартиру? Он просто специально изводит меня. Григорий Сидякин работает инженером теплосетей. Во время убийства любовницы находился на ремонте трубы. Свидетели есть? Небольшая бригада слесарей. Все находились под впечатлением от его русского матерного. Что с алиби его жены? А вот у Светланы сложнее. Она была дома, но там несколько неотвеченных звонков. Оставила телефон дома и пошла убивать? Приняла успокоительное и уснула. Я диспетчер на железной дороге. Нервная работа. Еще какая. Я вообще иногда не могу уснуть после смены. А тут таблеточки примешь и красота. Да вы не волнуйтесь, у меня рецепт есть. Кто может подтвердить, что вы были дома? Артем. Позвать его? Пусть заодно посмотрит, как у матери обыск делают. Сын подтвердит любое алиби матери. Я прошу прощения, а вот это что? Без понятия. Волос какой-то. Похоже, волос был найден на одежде у Евгении Танаевой. Значит, вы ее все-таки встречали с убитой? И она сидела на этой постели? Может, заходила, когда меня не было? Вы же закрываете двери, когда уходите. Ну, арестуйте меня! В тюрьме мне хуже не будет! В компьютере Светланы Сидякиной я нашла запросы по имени Валерия Кисельникова. Кто это? Он работает где-то в оборонке, у него нет своей страницы в соцсети. Но я нашла Сидякиной. Нашли единственную фотку. Это его дочь? Да. Снимок подписан с новым сердцем. Ирина Кисельникова – это та самая девочка, которую пересадили сердце Мариной Сидякиной. Да. А зачем Светлана искала отца девочки? Этого я не знаю, но неделю назад на Кисельникова было совершено покушение. Кисельникова выстрелили в голову. Он до сих пор находится в коме. Где стреляли? В подъезде его дома. Ты же уже запросил все материалы? Конечно, запросил же. Скоро же уже пришлют же. Ты сейчас на пчелу был похож? Жи-жи-жи-жи-жи. Почему на пчелу? На нахнатого шмеля. Мой интерес объясняется очень просто. Он приходил ко мне домой поблагодарить за спасение дочери. Когда это было? Восемь, нет, девять дней назад. Это первый раз. А второй раз дня три. То есть в день, когда погибла любовница вашего мужа? Наверное. Вы же спрашивали тогда, где я была. Ну, это же невозможно. Валерий Аркадьевич Кисельников уже несколько дней лежал в коме. С дыркой в черепе. По-моему, вы что-то путаете. Кисельников не мог врать. Я видела его глаза. Он принес мне фотографию своей дочери. А можно посмотреть? У нее сердце мое, Мария. Поэтому она вроде как моя дочь. Она не подписана. Я ее верну. Не волнуйтесь. Фотография, которую уложил Кисельников подвал Светлане, есть на странице девочки в социальной сети. Ну, строго говоря, распечатать ее оттуда мог кто угодно. Они распечатаны на одном принтере. Посмотри, на обратной стороне бэджика есть небольшая вмятина. След от Валика. Точно такой же след есть на снимке девочки. Да. Форма, размеры, расположения одинаковые. Да мы эти бэджики сами распечатываем. Я думал, раздует организаторы. Ой, конечно. Но они на всем экономят. Вот прислали нам форму, мы вставляем фотографию, текст. Вот вам бэджик. Ну, тогда у меня для вас плохая новость. Мы изымаем все ваши компьютеры. В смысле? Как? Да вы что? Вы же меня без ножа режете. Как? Вы не волнуйтесь. Скорее всего, мы все вернем. Ваня, смотри, здесь тоже запросы по Валерию Кисельникову. Кажется, вы несколько дней искали. Нужно выяснить, чьи телефоны находились в театре во время этих поисков. Какая глубокая мысль. Что бы я без тебя делала? Да ладно, не стоит благодарности. Ну, кстати, с этим я полностью согласна. Хорошо, что в Хлебенске маленький театр. Представляешь, сколько мы ковырялись в большом? В большом камеры на каждом шагу. Ну, я так думаю. Во время всех поисков Кисельникова в театре находился только один человек. Евгения Танаева. Зачем ей отец девочки с пересаженным сердцем? Ну, может, она имеет отношение к покушению. Они не знакомы. Насколько я понимаю, их телефоны ни разу не пересекались. Можно, Галина Николаевна? Ты как раз вовремя. По субботину закончились идеи. В компьютере директрисы Хлебенского театра я нашел рассылку директорам детских садов. Предлагают выездные спектакли. Когда в театральный поступают, все же в звезды собираются. А потом садятся в маленьких театрах на крошечную зарплату. И что? По детским садам Мишек играть? Ты знаешь, вообще это счастье, когда у них есть подработка. Тут и Мишкой, и зайчиком сереньким попляшешь. Ну, так что же не уходят-то? Если ни славы, ни денег. Если рассматриваясь с точки зрения патологоанатома, то все актеры в каком-то роде наркоманы. Только кто-то подсаживается на сцену, а кто-то на кино. Больные люди. Согласна. Я вот только не понимаю, почему вы к этому медведю все прицепились? Костюмы синтетики коричневого цвета. Шерсть с него похожа на волокна, которые были на одежде убитой. Оксана, я там костюм медведя доставил. Ой, положите меня в лабораторию, Николай Петрович, пожалуйста. Я сейчас приду. Не могу положить. О, Мишка. С пылу в жару. В смысле, прямо со спектакля. Ну, здравствуйте. Олег Борисович Кошкин. Артист Хлебнинского драматического театра. Очень приятно. Извините. Ай, ну что ты щипаешься? Он еще из образа не вышел. Пойдемте. Прошу. Ворс на одежде убитой и на крыльце Ситякиной это искусственная шерсть театрального медведя. Отлично. Ты не мог мне об этом сказать в лаборатории? Мог бы. Так, дабы ты не смог увидеть вот это. Та же шерсть? Да. Причем в машине Кошкина полным-полно свежих пальцевых следов Евгении Танаевой. В вашей сумке найдены три пятитысячные купюры с отпечатками пальцев Танаевой. За что она с вами расплатилась? Да она их в руках просто подержала и все. Вы понимаете, что отправитесь к таким же мешкам лес валить? Вы знаете, в этой ситуации я совершенно ни при чем. Да меня Женька наняла за пятьдесят штук, чтобы я сыграл роль Валерия Кисельникова. Зачем? Ну, чтобы я убедил Светлану Сидякину, чтобы та заказала своего мужа. Каким образом? Я говорил Сидякиной, что я раньше был связан с криминалом и убивал людей за деньги, а сейчас смертельно болен и хотел бы для нее, так сказать, на прощание сделать что-то хорошее. Она вам поверила? Ну, конечно. Я же артист. Ну, тем более, когда с похмелья, так я вообще выгляжу очень больным. Я понимаю, вам сложно. Это непростое решение. Просто назовите имя, если кто-то испортил вашу жизнь или мучает вас. Знаете что? Идите-ка вы отсюда. Любой человек, на которого вы укажете, умрет. Я убью его для вас. И вы уже убивали? Они были плохими людьми. А те, кто мне платил, были не лучшими. Это стоит больших денег. Но для вас я сделаю это абсолютно бесплатно. И не боитесь, что я сдам вас в полицию? Я, может, в первый раз за много лет хочу сделать что-то хорошее. Сердце вышибло через пословную девочку. А такими вещами не шутят. Есть один человек, он, кстати, был против пересадки. Зачем была нужна вторая встреча? Обсудить условия, место и алиби заказчицы. А во второй визит вы принесли фотографию Елены? Сердечко наобороте нарисовал. Как говорил мой педагог, в актерской работе главный этап внимания к деталям. Кого вы договорились убить? Ее мужа, Григория. Я записал разговор на телефон, отдал его Жене. Машина стояла где-то здесь. Она сидела, в ней меня ждала. Что было дальше? Дальше она расплатилась, сыну и пошла к клиентке. Я поехал в театр. Все. А ты она его сказала, зачем ей эта запись? Нет, но я так думаю, что она хотела посадить Сидякина. Ну, либо шантажировать. Чтобы эта отказалась от квартиры и уехала в Грулый город. Жену в тюрьму, сына в общагу, сама под крылок любовника в трехкомнатную квартиру. Жизнь удалась. Вань прислали материалы по покушению на настоящего Кисельникова. В него стреляли шляпками гвоздей и самопала. Круто. А порох? Наковыряли из строительных патронов. А теперь посмотри на стены подъезда, в которых было покушение. Почему там столько насечек? Высокая скорость и глубокие царапины. Я знаю, почему Кисельников остался жив. Почему? У злодея разорвало ствол самопала. Это следы разрыва. А может быть так, чтобы при взрыве ствола сам стрелок не пострадал? Теоретически, да. Практически мало вероят. Что будет повреждено в первую очередь? Рука, в которой держал ствол, возможно лицо. Мне кажется, что я знаю стрелявшего. У него правая рука была заклеена пластырем. Во время разговора он прятал ее в кармане. В день покушения на Валерия Кисельникова у Артема Сидякина были занятия с репетитором, английский язык, эгэ и все такое. Это алиби? Репетитор рассказывает, что Артем пришел в тот день на занятие в состоянии близком к истерике и сокровавленной рукой. Он это как-то объяснил? Сказал, что упал около ее дома на разбитую бутылку. Репетитор же промыла ему руку перекисью водорода, заклеила пластырем, но фактически занятия в этот день конечно же не было. У нас есть пластырь Артема, одежда, в которую он пришел. Нет, похоже, он все выбросил. Зато у нас есть преддверный коврик из квартиры репетитора, а на нем частицы крови Валерия Кисельникова. Артем принес кровь на своих ботинках, а потом просто ботинки выбросил и решил, что всех перехитрил. Положим, с покушением на Кисельникова мы его сряжем. А что с убийством Танаевой? С этим сложнее, но попробовать можно. На этих ботинках краски. Это уличная краска для граффити. Артем лазил на эту будку. Так и при чем здесь убийство гримерши? Есть у меня одна теория, но пока она не подтверждается фактами. Так это называется не теория, а гипотеза. Николай Петрович, отличное место для филологических дискуссий. Давай, давай. Кажется, я что-то нашел. Следы черной кожи. Похоже, с перчаток. Держишь? На крыше трансформаторной будки обнаружены частицы черной кожи с ваших перчаток. А на них следы крови Танаевой, а также частицы силикатного кирпича. Да, но кто же вам сказал, что это мои перчатки? Хороший вопрос. Как понять, чьи были перчатки, если они давно уже в мусоре? Частицы точно такой же кожи обнаружены на лямке вашего рюкзака. Я пытался спасти своих родителей. Рассказывайте. Я повесил камеру в комнату отца, боялся, что он может что-то с мамой сделать, а услышал, как к ней пришел этот Кисельников. Актер, который представился Кисельниковым? Да, но я тогда не знал. Я слышал только его голос. Он представился отцом спасенной девочки, а потом уговорил мать убить отца. Поэтому вы решили убить его самого? Я думал, что это решит все проблемы. У приятеля в гараже сделал самострел. В первый раз тяжело убивать голыми руками. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Потом камеру перевесил в коридор. Зачем? Я боялся, что к маме может прийти полиция, когда меня нет дома. А пришел опять этот мужик и начал втирать маме в уши, мол, убью, закопаю и все в этом роде. А как вы это увидели? Я картинку на телефон перевел, увидел прямо в школе. Как увидел, сразу домой рванул. Подбегаю я там, из подъезда он выходит. Порядок. СИГНАЛИЗАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так зачем он закинул телефон на крышу трансформаторной будки? Чтобы не отследили его перемещение. Он не успел его домой отнести, и под машину не засунешь. Но он же мог его просто выключить. Тоже подозрительно. Почему вдруг во время убийства телефон вне сети оказался? Все, Николай Петрович, убийца мужчина, и вы идете к Рогозиной просить премию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошая новость, спасибо. Настоящий Валерий Кисельников вышел из комы. Эль, только один вопрос. Просьба. Ты что-то с Субботину проспорил? Я? Нет. Как ты могла подумать? Да не переживай. Ты уже пятый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова